О главных новостях краевой столицы и региона прямо сейчас в программе День с толком. В студии Мария Мацаева. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Зуд, покраснение и кожные пятна. Острое паразитарное заболевание обнаружили рубцовчане после купания в реке. Жильцам многоэтажек могут дать право запрещать продажу алкоголя в их домах. Как может измениться закон о пивных барах? Впервые в новейшей истории юные хоккеисты из Алтайского края отправились покорять лед в Китай. Следственный комитет Алтайского края проводит проверку по факту травмирования туристов на Яровом из-за взрыва газового баллона. Инцидент произошел на территории палаточного лагеря, куда семья из семи человек приехала на отдых из Кемеровской области. Во время приготовления пищи на портативной газовой колонке произошел хлопок. В результате пострадали двое взрослых и трое детей. С ожогами различной степени тяжести дети доставлены в городскую больницу Славгорода. Их жизни ничего не угрожает. Следственный комитет края возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». И к другим темам. У жителей Рубцовска после купания в реке выявили острое паразитарное заболевание. Симптомы у всех одни. Зуд, красные пятна на коже, аллергический отек. По предварительному диагнозу это признаки циркориоза паразитарного заболевания. В Роспотребнадзоре края сообщают, что сами жители связывают массовое заражение с купанием в старом русле реки Аллей. Именно там в воде могут плавать личинки плоских червей циркариев, которые проникают в кожу и вызывают зуд, отек и появление пятен на коже. В целом циркориоза можно заболеть после купания в загрязненных или заросших водоемах. В чистой воде появление личинок плоских червей не фиксируют. Именно поэтому специалисты рекомендуют серьезнее относиться к местам для купания. На сайте Роспотребнадзора края есть полный перечень безопасных точек для отдыха. Что показательно, там нет ни одной локации в Рубцовском районе. Ближайшие проверенные побережья находятся в соседнем Егорьевском районе. Там сразу пять пляжей. А всего в Алтайском крае специалисты одобрили 26 точек для купания. Четыре из них в Барнауле. Это озеро Пионерское, Варежка, остров Помаскин, протока Аби. Специалисты напоминают, небезопасный водоем несет угрозу заражения не только паразитарными заболеваниями, но и кишечными, энтеровирусными и вирусными заболеваниями, к примеру, гепатитом А. А вот с другой заразой в регионе собрались бороться на законодательном уровне. Речь идет о шумных пивных барах. В Алтайском ЗАГС собрании нам сообщили, что регулярно принимают жалобы на торгующие алкоголем отделы. Этим летом в Госдуму поступило сразу несколько предложений, которые смогут урегулировать работу пивнушек. Подробнее расскажет Анастасия Дороган. Шумно и небезопасно. Пивные бары и магазины только за эту неделю не раз тревожили жителей края. В Бийске у кафе произошел конфликт, после чего мужчина дважды ударил другого в голову, последний скончался на месте. К счастью, чаще происшествия рядом с пивной точкой к жертвам не приводят, но раздражение вызывают. Люди жалуются в основном на две вещи. Это шум в ночное время от музыки или от самих раскураженных посетителей в баре и на улице. И на мусор, который оставляют после себя посетители после магазина или во дворе жилого дома. В Барноле несколько многоэтажек не спали из-за подвыпивших любителей музыки. А с такой картиной у дома проснулись сегодня на Паловском тракте. Лужи, крови и брошены в них окурок. Терпение людей заканчивается. В Краевом парламенте, говорят, жалобы приходят регулярно. Депутаты оформляют их в законодательные инициативы и отправляют в Москву. И таких предложений федеральный центр принимает с разных концов страны по нескольку за квартал. Этим летом «Единая Россия» выступила за закрытие в жилых домах, кафе и ресторанов, где продают алкоголь. Оставить лишь там, где не будут против сами жильцы. Наделить их таким правом предложили новые люди, внеся проект в Госдуму на этой неделе. Жители, в принципе, хотели бы иметь больше возможностей влиять на какие-то процессы, связанные с местом, где они живут. Судя по сервису «Дубльгеса», в Барнауле почти 800 точек, связанных с розливом пива. Большинство из них – в многоэтажных домах. Если законопроект примут, озлобленные работой питейных заведений люди могут проредить рынок. На это давят критики идеи. Есть инициативы другие о том, чтобы вообще это запретить. На наш взгляд, это значительно сильнее бьет по бизнесу, полный запрет, чем возможность людям договариваться и выбирать, на каких условиях по времени будут работать. Может быть, на условиях вклада предпринимателя в благоустройство территории, которая прилегает к его площадке. В Краевом Заксобрании считают, что наделение жильцов правом разрешать или запрещать продажу алкоголя в доме сложно реализовать. Но в целом уверены, что в этот раз законотворческие инициативы от разных регионов и партий могут достигнуть цели. Однако, по мнению председателя профильного комитета КЗС Владимира Семенова, верным было бы решение передать полномочия по регулированию питейных заведений властям субъектов, чтобы на месте определять, какие критерии ввести. О чем можно говорить? Можно говорить о наличии, например, хорошей бар-стойки. Можно говорить о наличии кухни. Потому что наша задача накормить, а не напоить, да, ну такая большая. Можно говорить о наличии, например, гардероба. Можно говорить о количестве посадочных мест. То есть можно поработать с критериями для того, чтобы убрать именно псевдобары. Набор тех или иных критериев может поднять качество самих питейных заведений и вытеснить полулегалов. Случится ли это, будет понятно к осени. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня две детские команды хоккейного клуба «Скиф» отправляются на соревнования в Китай. Это первый подобный случай в новейшей истории алтайского спорта. К выходу на лед в международные арены юные спортсмены готовились около месяца. О том, какая у них тактика и как еще связана история хоккея из Поднебесной с нашим регионом, смотрите в сюжете Данила Кузнецова. Несмотря на надписи на автобусе, его пассажиры едут не на мероприятия по спортивному туризму. И уж тем более не по России. История цикличная. «Скифы» вновь отправляются покорять Китай, как это было еще до нашей эры. Только теперь это не кочевники, а полностью бесплатный детский хоккейный клуб. Созданный Владимиром Поповым. «Нас пригласили. Мы в кратчайшие сроки с Владимиром Александровичем это все обсудили. С руководством нашей школы стали заниматься не так просто попасть в Китай. Пришлось сделать страховки, оформлять все это быстро. ПЦР-тесты на въезд в Китай все это загружать. То есть все это мы месяц плодотворно помимо хоккейной работы еще занимались в этой организации». Подготовка двух команд 2013-14 годов рождения к соревнованиям велась в кратчайшие сроки. Проблемы добавило также то, что игру соперников толком не проанализируешь. Этих видео нет в интернете, поэтому пришлось выбрать проверенный вариант тактики. «Можно завести нападающего, потом другой крайний нападающий заберет шайбу и начнется атака. А у атакующего плана защитник. Можно легко отдать ему, если даже на тебя трю игрока». Соревноваться алтайским ребятам предстоит не только с китайцами. На льду международной арены в городе Тяньцзинь соберутся спортсмены из Гонконга, Таиланда, Казахстана, Тайваня и многих других стран. Кстати, именно в Тяньцзине в прошлом веке зародился китайский хоккей. Свой след в его истории оставил и наш регион. «Ряд тренеров из нашего школы Олимпийского резерва по хоккей Алтай сейчас являются тренерами команд Китая. Но не профессиональных, не, скажем так, национальных, а это клубные команды, это коммерческие какие-то команды». Теперь пришло время для детских свершений. Сейчас игроков ожидает перелет до Пекина и трансфер до Тяньцзиня. А далее множество игр с иностранными соперниками. Но юные спортсмены не боятся. Не зря же их подбадривали родители. «Только что сказал сын, выходи, играй, бейся. Ты для нас уже чемпион. И помню, что все будет хорошо». «Спасибо Попову Владимиру Александровичу и всем, кто в этом занят за такое здоровое и счастливое детство наших внуков». Детей ждут сложные матчи. Отчасти потому, что в одной из групп соперники в среднем на год старше. Поэтому, если что-то не получится, это все равно отличный опыт, который точно пригодится для старшей команды. В особенности на первенстве России, где ребята будут отстаивать честь Алтайского края уже в этом году. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. СМИ сообщают о том, что в Алтайский край с рабочим визитом должен приехать министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Поездка запланирована на ближайшее время. Известно, что глава Минздрава посетит несколько медучреждений региона. Напомним, Михаил Мурашко уже приезжал в Алтайский край в сентябре 2021-го. Министра интересовали возможности ранней диагностики пациентов, доступность и сроки оказания спецпомощи онкобольным края. Также он поручил региональному ведомству решить целый ряд проблем. Одна из них – оказание реанимационной помощи тяжелым больным, которые находятся в районах края. Также министр порекомендовал активизировать развитие единой информационной системы и электронного документа оборота между медорганизациями. И к другим темам. В Калманском районе на этой неделе были слышны звуки выстрелов. Но пугаться не стоит. На полигоне проводились тренировки спецслужб Алтайского края. Были среди них и сотрудники специального подразделения регионального УФСБ. Они оттачивали работу в команде и испытывали оружие. О том, какие тактики отрабатывают бойцы и что их снаряжение используют, смотрите в сюжете Данила Кузнецова. Сначала на холостую, в тройке проходим. Потом стреляем по четыре магазина, делаем по боевому. Всем понятно? Простым людям точно непонятно. У сотрудников спецподразделения УФСБ России по Алтайскому краю свой язык. Точный и краткий. Подобно очереди из автомата Калашникова. Поэтому командиру приказы дважды повторять не нужно. Благодаря этому упражнению бойцы обучаются работе втроем. Эту тактику используют преимущественно во время заданий в помещениях. И у нее есть своя специфика. Бронированный щит, который сотрудник носит с собой и заходит первый в адрес, это для нас и есть тяжелая броня. Второй идет в старшей двойке, то есть если тройка, то значит в тройке. То есть щитовой всегда подчиняется, скажем так, либо второму, либо третьему номеру. В целом броня и навесное подбираются исходя из комфорта самого бойца. То есть можно взять столько магазинов и подсумков, сколько пожелает душа. Главное не переборщить. Если это на несколько суток, скажем так, выход, да, с выполнением нескольких огневых задач, то люди стараются брать веса по минимуму. Поэтому лишних объездов, мне кажется, не должно быть. Да, прицел, коллиматорный прицел, увеличитель, как бы да, это нужно. Лучше взять боекомплект дополнительный, чем какие-то лишние вещи тут тащить. Плюс для леса еще актуально приборы бесшумной, беспламенной стрельбы. Также важную роль играет само вооружение. В основном в спецподразделении используют АК-74. Однако при работе в тесном помещении выбор может пасть на компактный СР-2 «Вереск» или СР-3 «Вихрь». Сейчас бойцы спецподразделения используют не совсем стандартную стойку, то есть приклад не у плеча, а ближе к груди. Это позволяет быть более мобильным и выглядывать из-за углов справа или слева. Стрельбе готов. Огонь! В среднем, чтобы привыкнуть к новому оружию, у бойца уходит где-то 3-4 дня. Чтобы привыкнуть к работе в команде, времени уйдет в разы больше. Иногда месяцы или даже годы. В среднем, чтобы отработать все до автоматизма, каждое упражнение нужно повторить 5000 раз. За это время бойцы становятся не просто коллегами. С семьями встречаемся, дружим, жены дружат. Поэтому, можно сказать, уже коллектив не только из нас состоит, но еще и из наших боевых подруг, жен. Правильная стрельба и работа бок о бок – это лишь одни из многих навыков, которым обучают бойцов спецподразделения ФСБ. Одинаковых заданий для них не бывает. В каждом случае своя специфика. Поэтому эти качества зачастую становятся решающими факторами в борьбе с противником. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Будущий облик парка имени Ленина во многом зависит от барнаульцев. Жители города до 28 июля могут принять участие в специальном опросе, посвященном благоустройству зеленой территории. А точнее, анкете, которая размещена на сайте мэрии. Там несколько вопросов. Все они касаются будущего облика парка имени Ленина. Он в этом году стал победителем народного голосования. И благодаря этому уже в следующем его ждет масштабное благоустройство по нацпроекту. Участникам опроса предстоит ответить на вопросы о том, какие они хотят видеть зоны в парке, объекты развлечения, деревья и какой формат отдыха им интересен. Ответы обобщат и на их основании разработают концепцию общественного пространства. Так парк может быть спортивным, тихим, семейным. Все зависит от мнения барнаульцев. Оно станет решающим и при разработке дизайн-проекта по благоустройству зеленой зоны. Дизайн-проект должен появиться до конца года. Отметим, заполнить анкету можно до 28 июля. Она анонимная. Правда, опрос проведут не только онлайн. Так, в эту субботу волонтеры поинтересуются точкой зрения горожан уже на территории самого парка. Такой формат задуман для учета мнения тех, кто не может выразить его онлайн. Ретро-велопробег, выставка картин, хореографическое выступление в ретро-костюмах и не только. Так, сегодня в Барнауле открыли проект «Историческая линия». Это пешеходный туристический маршрут для самостоятельного знакомства туристов и жителей города с Барнаулом и его наследием. Наш корреспондент Юлия Ощепина – одна из первых, кто оценил историческую линию города. Смотрим. Стать участником экскурсии по историческому центру краевой столицы теперь сможет любой желающий, будь то гость города или его житель. Проект «Историческая линия» – это бесплатное знакомство с важными историческими периодами и достопримечательностями Барнаула. Проводник по экскурсионному маршруту – красная линия на тротуаре. Ее протяженность – около двух километров. В Барнауле «Историческая линия» пролегла в историческом центре. Это, естественно, улица Ползунова, где сконцентрированы основные памятники архитектуры города. Это улица Молотобольская, ее пешеходная часть, проспект Ленина, улица Пушкина и площадь Свободы. Это кольцевой маршрут, то есть эта линия, она не в один конец. Зайдя на каком-то из участков линии, человек сможет пройти по каждой из точек и вернуться в то место, откуда начал. На протяжении всего маршрута установили 20 информационных конструкций. С их помощью можно воспользоваться аудиогидом. Чтобы воспользоваться аудиогидом, достаточно иметь в руках телефон. На каждом информационном столбике расположен QR-код. Считав его, можно прослушать информацию об объекте и увидеть подробные сведения. Такие изменения на улицах города не остаются незамеченными. Это интересный проект, учитывая то, что у нас это является таким старой столицей города, так сказать. Тут много исторических зданий сохранилось. Мне, честно говоря, нравится здание бывшего завода «Спички», монументальное строение. Также мне нравится шпиль, всем известный. Тоже ключевое здание нашего города получается. Это сплочение, я считаю, нынешнее прекрасное время нашего народа. То есть, мне кажется, вот эти все исторические моменты, открытие, да, что-то значимое, вековое такое, оно необходимо для нас сейчас. Мне прям вот эта идея, фикс, что я должна посетить все. Мне прям очень хочется начать вот прям сегодня. Потому что я многого, оказывается, не знаю тех мест, которые у нас в Барнауле существуют. Город Барнул перенимает, наверное, передовой опыт других городов Российской Федерации. Такие проекты существуют в Екатеринбурге, Иркутске и других городах. Я думаю, что этот маршрут будет интересен не только и не столько гостям города, как его жителям. И это уникальная возможность, когда каждый Барнаулец сможет, хоть и на какой-то короткий промежуток времени, почувствовать себя туристом. Пройти по улицам города, узнать что-то новое. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.